Всем доброго времени суток! С вами канал Человеческий Организм. Сегодня мы поговорим о самых полезных комнатных растениях. Украшать свое жилье домашними растениями или нет – дело каждого. Однако, если вы решите завести дружбу с комнатными растениями, знайте, есть ряд растений, которые не только будут приятны глазу и просты в уходе, но и могут принести ощутимую пользу в виде здоровой и гармоничной домашней атмосферы. Кто же эти зеленые волшебники? Ответ вы узнаете далее. Но перед началом видео хочу вас попросить подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях и досмотрите его до конца, так как я поставил себе цель набрать 250 тысяч подписчиков, поэтому прошу вас помочь мне, а мы переходим к ролику. Герань или же пеларгония. Растение обладает свойствами освежать воздух, избавляя от сырости, угарного газа, патогенных микробов и вирусов. Летом же оно спасает дом от мух, так как они не выносят запаха герани. Герань способна понижать давление, избавлять от неврозов и головных болей, а также помогает нормализовывать обменные процессы. В особенно нервные дни рекомендуется ставить горшочек с герани у спальни. Это поможет избавиться от бессонницы, тревоги и других признаков невроза. Цисус. Комнатный виноград становится популярным благодаря декоративным качествам. Он красиво и хорошо плетется, и из него можно сделать красивую композицию и украсить кабинет или гостиную. Цисус быстро растет и наполняет воздух влагой, что важно в сухих помещениях и в зимний период. Не прихотлив, но будет благодарен за обильный частый душ. Столетник. Или же алоэ. Можно назвать домашним санитаром. Растение выделяет вещества, которые поглощают вредные выделения от различных изделий из пластика, например, от линолеума. Обогащает воздух кислородом, понижает на электризованность квартиры от бытовых приборов, повышает общую положительную энергетику дома. И все это наряду с лечебными свойствами сока и его способностью затягивать раны, вылечивать насморк и болезни пищеварительного тракта. Цитрусовые. Лимон или любое другое цитрусовое растение рекомендуется иметь прежде всего в детской комнате. Они дезинфицируют воздух, наполняют атмосферу успокоительными эфирными маслами. Лимоны поглощают лишнюю влагу, нормализуя тем самым влажность комнате. Его можно как купить в специализированном магазине, так и вырастить из косточки. Хедера или же плющ. Хедера – надежный борец с вредными химическими элементами. Это растение прекрасно справляется с воздействием летучих испарений. Основное преимущество этого представителя флоры – в темпах фотосинтеза. Даже небольшое растение может по объему выделения кислородов заменить собой два, а то и три кактуса. Пчалка узумбарская. Или же симполия. Растение дарит атмосфере дома одновременную гармонию, радостный покой и побуждает к действиям. Белые симполии очищают дом от скверных чувств, дарят чистоту помыслов и защищают младенцев от негатива. Розовые и красные цветы избавят хозяев от замкнутости и внутреннего напряжения. Голубым симполиям мы будем обязаны побуждением творческой энергии и исчезновением скуки. Фиолетовые цветы подарят жилью тепло и взаимопонимание между членами семьи. Спатифилум. Или же женское счастье. Один из лидеров среди борьцов против вредных веществ в воздухе. Поглощает пары аммиака, бензола, ацетона. Также поглощает угарный газ, формальдегиды и испарения различных спиртов. Еще он уничтожает колонии органических микроорганизмов и споры плесени. Растение поглощает лишнюю влагу, нормализуя климат, а по приметам приносит хозяйке счастье. Комнатный фикус. Своеобразный домашний психотерапевт. Фикус помогает избавиться от переживаний, тревог, агрессии и улучшит взаимоотношения между любящими людьми, даруя взаимопонимание, терпение, бережное отношение к друг другу. Прекрасно очищает воздух, поглощая пыль, токсины и формальдегиды. Кроме того, растение выделяет вещества, которые способствуют крепкому сну и бодрому пробуждению. Хлорофитум. Зеленый кондиционер жилья. Лучше других растений он очищает воздух от вредных испарений древесных плит, пластика, напольных покрытий, а также от токсинов, бактерий, вирусов и плесени. Словом, хлорофитум способен аккумулировать до 80% вредных примесей, которые попадают в дом. Растение крайне неприхотливо в уходе и будет постоянно радовать вас буйной зеленью, принося эстетическое удовольствие. Традисканция. Это растение – индикатор благополучной атмосферы дома. При ее дисбалансе растение не замедлит ответить пожелтевшими листьями. Цветок защищает от негативных мыслей. Помогает оптимистичнее смотреть на жизненные трудности. Способствует повышению работоспособности. Помогает раскрепоститься замкнутым людям. Развивает чувство юмора. Снимает внутреннюю зажатость и скованность. Драцена. Наряду с хлорофитумом, драцена является биологическим фильтром жилья. Она поглощает из атмосферы дома вредный бензол, аммиак, толуол, уделяемые низкокачественными отделочными материалами, а также борется с микробами. Кроме того, растение способствует быстрому заживлению ран. Укрепляет костно-мышечный аппарат. Помогает предотвратить осложнения после желудочно-кишечных заболеваний. Атмосфере дома дарит энергическое равновесие. Заряжает радостью и любовью к жизни. И, конечно же, наше любимое денежное дерево. Или же толстянка. Толстянка помогает сохранить молодость своим хозяевам. Повышает их активность. Наверное, именно поэтому она получила в народе название денежного дерева. Ведь именно активность человека настраивает его на реализацию своих планов и на достижение целей. В том числе и материальных. Другие полезные свойства толстянки можете найти у нас на канале. А мы переходим к другому растению. Каланхоэ. Идеальное растение для сухих квартир. Накапливая воду в листьях, оно регулирует климат. Кроме того, каланхоэ прекрасный борец с формальдегидами и табачным дымом. И хороший воздушный фильтр. Неприхотливость в уходе делает его особо привлекательным для занятых хозяек. Главное не залить водой и выделить солнечную сторону. Щучий хвост. Или же сансиверия. Неприглядные с виду растения сглаживают окружающее пространство, делая его уютнее, дружелюбнее. Защищает от грубости, резкости. Способствует размышлениям и творчеству. Помогает метеозависимым людям легче переносить капризы природы. Укрепляет иммунитет и помогает процессу обучения, развивая память и активное усвоение информации. Дифенбахия. Борются с ксилолом и толуолом, которые выделяются из паркетной доски. Если в помещении паркетный пол, дифенбахия в доме просто незаменима. К преимуществам цветка можно отнести и способность повышать влажность. Шифлера. Это растение просто незаменимо в домах, где обитают курильщики. Обладатели пагубной привычки могут положиться на шифлеру. Ведь поглощение смол табачного дыма и никотина ей нет равных. Еще цветок полезен и в нейтрализации других вредных примесей. Бензола, толуола и формальдегида. Бегония. Цветующее растение – настоящий антидепрессант. Особенно в холодные месяцы, когда нам не хватает тепла и света. Кроме того, она помогает сохранить благополучие в доме, отвлечь от грустных дум и вселить радостные мысли. Неприхотливая бегония всегда цветущая. Особенно с красными и розовыми цветами. Лучше всего чувствует себя на кухне. Помимо эстетического удовольствия, она положительно действует на ауру столовы. А значит и на качество пищи, которая готовится здесь. Полосатая эхмея. Полосатая эхмея – идеальное растение для кухонных и буфетных зон. Оно обладает целым комплексом полезных свойств для пищеварения. В первую очередь, эхмея благотворно воздействует на появление аппетита, устраняет неприятные запахи, а также эффективно борется с химическими веществами. Лавр. Лавр – растение лекарь. Издревле его ставили у изголовья тех, кто страдал простудой. Их хворь проходила гораздо быстрее. В уходе лавр достаточно неприхотлив, за исключением необходимости время от времени постригать растение. Умелое декорирование отрастающих листьев может позволить превратить это растение в настоящий объект фито-дизайна интерьера. Домашним зеленым питомцам нужно совсем немного. Чуточку внимания, ухода и хозяйской любви. Примечательно, что некоторые растения настолько чувствительны к проявлению любви к себе, что получая ее с избытком, они усиливают свои озоровительные для человека свойства. Будьте внимательны к своим растениям, и тогда они ответят вам взаимностью и одарят благополучные и здоровые домашние атмосферы, в которых хочется жить, любить и творить. На этом закончим видео. Прошу вас подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok